В Москве отметили столетие со дня рождения Мустая Карима. Торжественный вечер, посвященный юбилею народного поэта Республики Башкортостан, прошел в Малом Академическом Театре. На мероприятие собрались почитатели творчества известного драматурга, писатели, политики, художники и музыканты, а также общественные деятели. Жить будем и не будем суетиться. Раз так, еще не скоро я умру. В фае театра гостей встречали большой фотовыставкой. На стендах снимки, на которых Мустай в родном кляшеве, в большом зале вдохновенно читающий стихи, в военной форме после ранения, жмущий дружескую руку Чингизайт Матова, склонившийся над рабочим столом. Когда мы начинали организовывать столетие Мустая Карима, мы думали прежде всего не столько о нем, сколько о том поколении, которое это великих людей, великих поэтов, великой литературы. Мы думали о молодом поколении, которое почти не читает. Мы хотели пробудить в них интерес к искусству, к литературе, к книге. И вот нам это, кажется, удалось. Мы вспоминаем его. И он нам становится все ближе и ближе, благодаря тому, что он открывается вновь для многих, как писатель, как поэт, как человек. В рамках вечера гостям представили документальный фильм «Мустай». В картине рассказывается о жизни и творческом пути Мустая Карима. Своими воспоминаниями о нем делятся Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Ментимир Шаймеев и многие другие. Закадровый текст ленты озвучил народный артист Советского Союза, дирижер Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков. Как отметили авторы фильма, основная задача была создать портрет не только поэта, но человека с высоким моральным авторитетом. Феномен Мустая в том, что он абсолютный литературный талант. Людей, которые творили или творят во всех литературных жанрах, не очень много. И самое главное, что все его произведения пронизаны вещами, которые неприходящие. Поэтому через киноязык, через язык современных медиа нам удалось начать долгий путь к возвращению людей в большую литературу и к любви к большому слову. Фильм создан кинокомпанией «Мастерская» Саидой Медведевой, одним из лидеров производства документального и научно-популярного кино в России. Авторы отмечают, в киноленте намеренно отошли от рассказа множество биографических моментов, сосредоточившись на деталях, которые говорят о человеке больше любых анкет. В фильме звучат и строки известных произведений Мустая Карима. Их читают актеры Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Александр Галибин и певица Алсу. Я под большим впечатлением. Для меня огромная честь быть частью этой огромной истории. Я признательно благодарна, что меня пригласили, потому что это дорогого стоит. Это навсегда, это история. За час, что длится фильм, создатели картины смогли показать Мустая таким, каким, возможно, его не знает современная молодежь. Гости, выходя из зала, отмечали, обществу необходимо такое кино и такие литераторы, как Мустай. Как советская живопись сейчас начинает цениться все больше и больше, так и советская литература вот стоит в очереди к этой ступени наверх в наше время, для того, чтобы быть оценен. И вот сегодня мы являемся свидетелями как раз такого события. И что означает преемственность нашей культуры временную. Иначе мы разрезали себя по времени два раза. Один раз в 2017 году, а второй раз в 1991. И когда мы ссылаемся на свою историю, мы не знаем, на какую историю мы ссылаемся. Вот. Так мы должны знать, на какую историю мы ссылаемся. И как раз вот фонд, мне как мне представляется, работает в этом направлении, в создании целостной истории в нашем сознании, и как целостной опоры в нашей современной жизни. Череда торжественных мероприятий на этой неделе продолжится в Уфе. В столице Башкортостана пройдут торжественные вечера, открытие бюста и подведение итогов творческих конкурсов, которые приурочили к вековому юбилею Мустая Карима. Мы очень много сегодня говорим о том, что нужен положительный контент. Книги, кино, поэзия, фотографии, биографии великих людей. Ничего не нужно искать, нужно просто бережно хранить все то наследие, которое входит в золотую копилку российской культуры, самой высокой культуры, и очень бережно передавать это из поколения в поколение. Подготовка к юбилею Мустафы Исафьевича началась еще с прошлого года. И мы предполагали, что это будет так красиво, ярко, масштабно. Но мы не думали, что на юбилейные мероприятия будут откликаться каждый, буквально каждый житель. То есть каждый понимает, что это его человек близкий ему, человек, которым каждый найдет в его произведениях, каждый находит что-то свое, что-то свое родное. Премьера документального фильма «Мустай» состоится в Уфе 19 октября. А 20 октября, в день векового юбилея писателя, картину покажут на телеканале «Россия-1». Также в этот день в федеральном эфире запланированный показ художественного фильма «Сестренка», экранизированный по повести «Радость нашего дома». «Россия-1» «Россия-2» 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 Продолжение следует...